Людмила Петрановская Библиотекарь Центральной городской библиотеки имени Маяковского Мария Антошина. Мое знакомство с книгами, с творчеством этого замечательного психолога состоялось достаточно давно, когда вышла первая ее книга «Тайная опора», и уже тогда мне стало хотеться большего, то есть хотеться большего общения именно с этим человеком. Я заметила, что кроме различных моментов психологических, Людмила Владимировна делает большой такой уклон, и важный аспект ее книг посвящен разным фильмам и книгам. Это очень ненавязчиво вплетается в канву повествования, и, конечно, читатель заинтригован. Может быть, там в следующей книге будет какой-нибудь разбор или отсылка. И для меня стало открытием, когда я зашла на ее блог, к сожалению, он сейчас не действующий, но все материалы в доступе можно посмотреть, что именно в блоге она делает разборы многих сказок, как народных, так и авторских, с психологической точки зрения. Вообще, многие юнгианские психоаналитики, например, Клариса Пинкола-Эстес, писали книги и статьи, в частности, этот автор знаменитой книги «Бегущая с волками», где рассматривались архетипы. Культурологи, историки, филологи часто анализируют. Например, наш академик Владимир Проб сделал две масштабные научные работы о русской сказке, о героях, о морфологии сказки. И Людмила Владимировна часто ссылается на него. Данная книга предназначена для семейного чтения. Вообще, изначально проект, о котором я читала тоже в блоге, был рассчитан на серию книг, сказок разных народов мира, несколько томов с предисловием Людмилы Владимировны Петрановской. Но по ряду причин этот проект не состоялся. И в 2020 году, в конце уже, вышла вот такая потрясающая книга. Мне кажется, это такое пиршество для гурмана с очень красивыми иллюстрациями разных художников. С подборкой сказок разных, как народных, так и авторских, с ее предисловиями. Мне кажется, будет очень интересно взрослым сначала прочитать предисловия, а потом уже вместе с детьми перед сном в обнимку почитать эти сказки. Сейчас я прочитаю небольшой отрывок из книги. Это предисловие к сказкам о любви. Считается, что герою на пути к счастью приходится пройти через не ту любовь, вынужденно оставив или из-за заклятия забыв свою настоящую возлюбленную. Такой сюжет едва ли не в каждой второй сказке. И разве не так и в жизни? Большинство из нас приходится и не раз пройти через опыт не той, неудачной, несчастной любви, чтобы душа созрела, обрела опыт, выстрадала любовь настоящую. В мире не той ошибочной подставной любви герой всегда находится во сне или в забытье, или в глубоких водах моря, как садко. Но вот получен знак от настоящей возлюбленной. Весточка, звук голоса, слеза на щеке. И он просыпается, вспоминает, узнает. «Именно этим словом узнавания часто описывают люди встречу с большой любовью. Словно знал его сто лет, сразу понял – это она». Людмила Патроновская – это один из моих любимых психологов, человек, мнению которого я во многих опросах доверяю. Самыми важными для меня оказались несколько статей в ее блоге о травмах поколений. И, конечно, любая ее новая работа, новая публикация, она вызывает у меня искренний интерес. И данная книга, просто кладезь историй, которые ты читаешь уже во взрослом возрасте, и, конечно, интересно послушать, увидеть, прочитать, что же о них думает человек, который тоже филолог, при этом и психолог, и много-много работал с людьми. То есть вот эта вечная мудрость, которая с нами, и которая получает новое преломление. Книга Людмилы Владимировны Петроновской «Однажды в сказке» рекомендую.